Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Прошлое, настоящее и будущее марксизма в России». Ведет занятие доктор философских наук, профессор Казенов Александр Сергеевич. Пожалуйста, пока Александр Сергеевич встает, напоминаю, что вопросы в письменной форме листочек есть и также записные выступления. Спасибо. Значит, сейчас мы живем в год столетия двух русских революций, февральской 1917 и октябрьской 1917 года. И интерес к революции, к личности вождей Ленина и идейных основателей революционного движения Маркса и Энгельса необыкновенно возрастает. Спрос очень большой на знание, на понимание. И спрос этот подрегревается еще и рядом других факторов и обстоятельств. В том числе, мне кажется, не в последнюю очередь тем, что официальные идеологи, начальства все пытаются прессовать марксизм, прессовать Владимира Ильича Ленина, обалгивать их деятельность. И это вызывает, скорее, наоборот, противоположную реакцию и интерес. А что же было в действительности? А что было по-настоящему, по-правде? Ну и, конечно, в нашем обществе для любопытствующих в этом направлении очень много есть источников, по которым можно получить ответы на все эти вопросы. С другой стороны, такой же интерес и на Западе растет примерно по тем же самым обстоятельствам. Плюс одним из таких неожиданных факторов любопытства к марксу и марксизму стал кризис экономический 2008 года. Значит, там в 2008, 2009, 2010 году вдруг у буржуазии Запада возник такой повышенный интерес к Марксу, и он обоснованный. Почему? Потому что Маркс – это первое, да, в общем, серьезным, единственным оказалось исследование экономических кризисов и ответов по этим вопросам. Поэтому на Западе в эпоху кризиса опять обратились к Марксу. И, скажем, в некоторых университетах Германии просто читают курсы по капиталу Маркса. И даже по нашим средствам массовой информации прошел сюжет, как в Германии заходит преподаватель с томом капитала в аудиторию, открывает капитал у студентов, ноутбуки, ну и разбирают там, значит, капитал Маркса изучают. Потом, может быть, слышали вы, был тут и миссионер из Англии, и в интернете давал информацию, и так в других средствах пропагандировал. Он нанимал, значит, преподавателей марксизма, кто бы мог попреподавать марксизм в Англии. Вот, и я тоже так сначала рван, с другой стороны, английский мой меня остановил, думаю, нет, с моим английским не заработай на капитале Маркса. Вот, так что интерес очень большой сейчас и к личности, и к учению Маркса. Ну, и я думаю, что в этой аудитории моя задача, в общем, относительно проста еще в том смысле, что тут я чувствую люди, которые и без меня, Маркса читали, Маркса знают, может быть, просто нужно что-то уточнить. Но я должен сказать, что вот я, несмотря на то, что Маркса изучаю всю свою жизнь, преподаю, значит, уже не одно десятилетие, все равно, скажем, обращаюсь к сочинениям, произведениям Маркса, Энгиса, Ленина. И опять находишь, значит, что-то новое, какие-то новые повороты. А потом общественная работа нас заставляет. И, скажем, наряду с ленинскими конференциями и материалами, которые мы все время публикуем и печатаем, значит, вот в последнее время появилось несколько таких материалов и о Марксе. И вот, скажем, в этом году мы с Михаилом Васильевичем в значительной мере организовали такую вот коллективную монографию «Маркс и будущее философии России». Здесь моя есть статья, Михаил Васильевича статья, и здесь статьи двух деканов философского факультета Большого университета. То есть для них марксизм – это тоже актуальная тема, актуальное учение. Они, как люди и глубокие, и просвещенные, значит, понимают, что без марксизма, в общем, ну, никуда не подвинуться в идейной, в научной, в экономической сфере. И вот, скажем, собираясь сегодня на лекцию днем, я подумал, что нету не только каких-нибудь слабых конкурентов у марксизма, как научного мирозрения, как экономической теории, а что нет вообще конкурентов. Скажем, вот кого бы можно было так это вытащить, поставить и сказать, вот, новое учение, вот, Маркс устарел, это 19-й век, а вот у нас, значит, конец 20-го уже века или начало 21-го, и вот это можно, значит, выставить. И такого нету ни на Западе, ни у нас. Скажем, ну, вот Валерстайн, который я цитирую здесь в своей статье, значит, он такой экономист, в значительной мере опирающийся на Маркса и признающий такое марксовое первенство, значит, говорит, что да, это целое мировоззрение, и таких, значит, авторов их избежать невозможно. Вот, а он глава целого направления экономистов и в Америке, и в Европе. И я думаю, что он выражается совершенно верно, что много там всяких толковых экономистов, выдумывающих какие-то придумки экономические, выходы из экономической ситуации, какие-то отдельные стороны, подчеркивающие или исследующие в экономическом процессе. А сказать, чтобы есть какая-то полная, полноценная экономическая теория, другая, противоположный марксизм, ну, в общем, нету. Я уж не говорю о мировоззрении в целом. Здесь вообще никого нету. Просто тишина. Поэтому соперничают два цельных мировоззрения. И в России, и в мире. Это, значит, марксистское и религиозное. Скажем, конечно, религиозное мировоззрение, хотя бы православное в России, оно за многие годы разработано во многих отношениях. И в философском, и можно привести серьезные известные имена, и в экономическом, и в политическом. Вот, поэтому, скажем, религиозный человек, серьезно стоящий на религиозной почве, он найдет себе источники для выработки своего довольно глубокого мировоззрения. Но все равно, значит, серьезного научного подхода к современным экономическим и политическим процессам, я думаю, в религиозной идеологии не найдешь. Аналогичный ислам. Скажем, ислам даже моден нынче на Западе. Тоже там за много лет он тоже довольно разработанное мировоззрение. Но серьезности, научности нет. Или, вот, начиная где-то с 70-х, 80-х годов, распространяется мировоззрение буддизма. Значит, вот, скажем, Стив Джобс был буддистом. Это все-таки говорит о чем-то, да, о популярности, о моде на буддизме. Но это для души, так сказать, уйти от дел и где-нибудь там на досуге позаниматься медитациями какими-нибудь на тему, есть ли смысл в жизни или этого смысла нет. Но большего, ну, из этого трудно вытащить. Поэтому я думаю, что марксизм, это, конечно, чем дальше, тем будет такой более востребован, еще более востребованный источник мировоззрения даже. Не только экономической теории, не только политической теории, не только, значит, еще там какую-то теорию, а и мировоззрение. Ну и моя-то скромная задача, она еще облегчена тем, что у Владимира Ильича Ленина есть несколько работ по марксизму, и в том числе замечательная небольшая статейка «Исторический судеб марксизма», где эта тема, в общем, изложена. Если кто хочет почитать, в 23 томе собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, это небольшая заметочка, и она в 13-м году, обращая внимание, еще до революции, но она точно описывает, значит, вот и прошлое, и настоящее, и будущее марксизма. То есть Ленин совершенно четко и правильно предсказывает будущее марксизма, и ведет себя, значит, точно с этим своим убеждением, поэтому все и получается. Ну и он говорит о великом будущем марксизма уже тогда, в 13-м году. Ну и, конечно, мы теперь из 21-го века, знающие весь этот опыт марксизма, конечно, понимаем великое будущее марксизма в 20-м веке, и я думаю, что оно не менее великим будет и в 21-м. Значит, в этом смысле моя задача облегчается, но с другой стороны, когда я посидел, позанимался этим делом, я понял, что задача эта, она и усложняется, она в значительной мере более сложная, чем у Ленина. Почему? Потому что тогда еще он говорил только об учении, а мы теперь знаем и практику, практическую идею. Вот, и не только практику побед, но и поражений. И поэтому задача эта более сложная, и, конечно, мне ее в лекции не сформулировать все, не обрисовать все, а я затрону только какие-то, ну, может быть, интересные моменты, предполагая, имея в виду, что... Ну, аудитория сидит, значит, довольно подкованная и образованная в этом отношении, поэтому, может быть, на некоторые вопросы мне и не стоит обращать внимание. Итак, значит, Ленин говорит о трех периодах и о трех периодах положения марксизма, значит, можно сказать, на мировой арене или в международной политической борьбе. Значит, соответственно, трем периодам. Первый период – это от революции 1848-го, от буржуазных революций в Европе, значит, до Парижской коммуны, до 1871-го года. Второй период – от Парижской коммуны 1871-го года до Первой русской революции 1905-го года. И от 1905-го года, вот по-настоящему времени, по 1913-й год. И Ленин, мне кажется, очень правильно, значит, в основном нарисовал эти моменты. Говорит, что на первом этапе марксизм – одна из конкурирующих коммунистических, значит, теорий. Таких действительно коммунистических теорий было много. И особенно мы знаем нашу, так сказать, может, в известной мере российскую, анархистскую теорию. Анархизм, как идейно-политическая теория, начинал как коммунистическая идеология и партия. И в 1948-м году они показали себя, ну, с довольно таких боевых позиций. И сам Михаил Александрович Бакунин, один из основателей, значит, участвовал и возглавлял революции в Европе. И посидел здесь, в Петропавловской крепости, специально на цепи, помимо того, что в камере. И сделал очень много. И другие были коммунистические тенденции. Но борьба, и особенно борьба после этих революций, показала, говорит Ленин, что подлинно народным, подлинно рабочим учением является только марксинец. И подлинно революционной партией показал себя только рабочий класс в 1948-м и сразу после 1948-го года. Поэтому, значит, в последующем, в конце этого периода марксин, он выдвигается на такой, на передовые позиции, является таким авторитетнейшим учением в революционном европейском процессе. Ну и в марксе, и в России тоже. Я потом о России отдельно скажу. Значит, самым авторитетным. С этого же времени, значит, на него начинается гонение, критика буржуазной идеологии. Но эта критика, эта буржуазная идеология, значит, не помогает. Тогда буржуазия придумала такую форму, как революционизм. Пытается подорвать марксизм и коммунистические партии изнутри. Значит, но и эти попытки, они ничего не дали. Поэтому, значит, революция 905-го года, она в значительной мере, конечно, вела лидерами этой революции. И, конечно, руководила марксистской идеологией, марксистской теорией. И поэтому заключает Ленин, настоящее марксизма блестящее. А будущее, значит, его будет чрезвычайно значительным и будет еще только возрастать. И я думаю, что практика, она совершенно четко показала правильность этого ленинского прогноза. Значит, ну и некоторые такие вот, значит, моменты значения связи теории с практикой, значит, мы здесь показали в некоторых теоретических статьях. Ну, например, скажем, роль идеи диктатуры пролетариата. Скажем, Ленин в работе государства революции говорит, что марксист лист тут, кто признание классовой борьбы доводит до диктатуры пролетариата. Вот. И действительно, значит, на опыте мы убедились, что марксистом и коммунистом является только тот, кто признание борьбы рабочего класса доводит до диктатуры пролетариата. И, наоборот, отказ от диктатуры пролетариата приводит и к отказу диктатуры, что и случилось в нашей стране потом. От диктатуры пролетариата отказались в 62-м году и начался контрреволюционный процесс, завершившийся развалом, распадом, разрушением, значит, СССР. Кстати, вчера и сегодня в интернете Горбачев в очередной раз доказывает, что это вот лидеры республик, значит, не захотели быть в Советском Союзе и они, мол, развалили СССР. Значит, пытается себя оправдать. Конечно, это не лидеры, уж если иметь в виду субъективный фактор, то это главное Горбачев, но дело и не только в субъективных факторах, а еще и в объективной, значит, борьбе, которая развернулась, конечно же, под ранее действовавшими субъективными факторами. Или, значит, что вот эта вот идея диктатуры пролетариата, она осознанно была только в 1852 году. Манифест Коммунистической партии 48-го года, он полностью уже показывает мировоззрение марксизма. Все составные части там так или иначе задействованы. Все основные идеи сформулированы. Нет одного слова, но есть идея. Но идея вполне есть. Идея – это господство рабочего класса. Разбойщий класс, организованный как государство. И вот интересно, что, значит, как-то не обращали мы внимания на идею диктатуры пролетариата, на теоретическую сторону, на философскую сторону этой идеи. Почему идея? И что значит идея? И как она реализуется, эта идея? Значит, причем у классиков, у Маркса и Энгельса она почти не вспоминается раза 3-4 везде в текстах она есть у них. Но она вспоминается все-таки и никогда, видно по сочинениям, не выпускается из виду. И Ленин уже в государстве революции в 17-м году летом, анализируя ситуацию революционную, говорит о том, что диктатура пролетариата, вот она реализуется как идея. Почему? Потому что и до этого в конспекте науки-логики, это в 15-м году, когда он наткнулся на то, как у Гегеля идея отчуждается в природу, абсолютно идея отчуждается и творит природу. Ленин замечает, значит, да, интересный переход, как идея материализуется. Но и в 17-м году идея диктатуры пролетариата, собственно говоря, материализуется, переходит в реальность. Ну, Гегель бы назвал это, значит, отчуждением, да, или материализацией идей. Вот, но для Ленина это серьезный, существенный процесс, и он замечает, что практическая идея богаче теоретическая. Она имеет богатство содержания не только теоретического, но и практического. Вот, и действительно, значит, для Ленина, поэтому сам этот переход, он глубоко осмысленный. Значит, что это серьезный глобальный процесс. И, конечно, коммунистической партии было проще ориентироваться в реальности. В ситуации разрухи, в ситуации острой борьбы, в ситуации слабой коммунистической партии, в ситуации сильнейшего, могучего, значит, политического противника. Большевики понимают, что они победят, что правда на этой стороне, что исторический прогресс на этой стороне, и он помогает, революция осуществляться со всех сторон. Ну, и действительно, приходится только удивляться, что относительно слабый росток коммунизма, значит, вот в этом, в Огневе, вот этой борьбе, вот в этой горниле, он все равно прорастает и вырастает, в конце концов. Ну, и сегодня, значит, большая дискуссия о том, случайная революция или это закономерно. Это коварные большевики или революция была необходима? И, конечно, по вот этим всем показателям, значит, мы понимаем, что революция – это такое необходимое движение, которое развивалось отнюдь не случайно и по историческим законам, и по специфике истории России. В этом смысле, прошлое марксизма в России очень интересна, и оно значительно глубже и ярче, чем на Западе. Вот удивляюсь, почему, значит, марксизм родился как теория на Западе, а реализовался в России? Вот он и реализовался в России, потому что Россия к этому была готова, а готова она потому была, что она готовилась весь XIX век. Поэтому у Владимира Ильича Ленина есть работа памяти Герцена, в которой он говорит о трех поколениях в русском революционном движении, начиная с декабристов, ведь монархия, она уже, значит, загнила-то ведь давно, и уже князья, полковники, генералы, видевшие западную жизнь в 1812 году, они поняли несовместимость народа с монархией. Монархия стала уже чуждой силой, тормозящей развитие, поэтому они и выступили против. Другое дело, что они и выступили, значит, как баре, так это спокойно, больше разговорами, все культурно, по-свойски, хорошо, вот мы подождем, когда умрет император, вот мы скажем свое слово и так далее. Ну, чем это кончилось, я думаю, что все так более-менее представляют. Теперь, на этом же обществе-то не успокоилось, значит, молодежь, которая все это наблюдала, Герцен, Огарев, другие товарищи, они поняли, что что-то тут дело не в том. Значит, начали углубленно изучать, заниматься. И вот эти вот годы, значит, конец десятых, двадцатые, значит, подросла молодежь, для которой это стало, ну, это, то есть вот проблема несовместимости монархии с обществом острой. Поэтому они начали это дело изучать. Куда они обратились? С одной стороны, есть русские источники, произведения Радищева, значит, декабристов. С другой стороны, есть иностранные источники, французская революция. Французских, значит, беженцев дворянских в России было много, сочинений уже к тому времени много перевели. Они это все жадно впитали. Жадно впитали, не хватает, поехали ведь на Запад. Бакунин, Герцен был на Западе, значит, Белинский ездил во Францию, Спешнев, там другие товарищи. А во Франции там точно такая же молодежь-то. Маккар Марс с 1812 года, это значит тут вот с 1818 года. То есть тут где-то в конце 30-х, в середине 40-х годов, это уже взрослые и серьезные люди. И интересы интеллектуальные у них примерно одни и те же. А теоретические основы тоже одни и те же. Скажем, теоретической основой, одной из теоретических основ является английская политическая экономия. Прежде всего, Адам Смит. Но мы с вами из Пушкина знаем, что Евгений Онегин был великий эконом, читал Адама Смита, да, и знал, чем государство богатые. Так это повеса, значит, Онегин. А это серьезные люди, конечно, не знали Адама Смита. Так и европейские революционеры, Марс и товарищи, на чем они? На Адаме Смите, ну, на рекордо тут подрос. Теперь, в политической области, до русских товарищей, молодежи, ребят, дошел там, значит, Фурье, ООН, другие товарищи, так и на Западе, Фурье, ООН, этот самый, Симон, спасибо, да, вот приятно, в грамотной аудитории читать забудешь, подскажут, значит, Симон. То есть, те же самые источники, поэтому доходили до тех же самых идей. Единственное, что там уже были запросы на, значит, другие идеи, на еще более передовые теории, а у нас на еще более передовые не были. У нас был запрос на буржуазную еще идеологию, большой запрос. Еще буржуазные отношения не переварили, для них, собственно, и простора большого не было, они еще были в зародышевой форме. Но, несмотря на эту отсталость, значит, Маркс пишет в одном из писем, значит, больше всего распространено было моей работы «Нечета философии» в России. И российские мои товарищи, несмотря на то, что они больше всего меня критиковали, они же больше всего меня и популяризировали. Поэтому, уже начиная где-то с 40-х, 50-х годов, особенно 50-х годов, Маркс в России был довольно хорошо знаком те, кто интересовались общественно-политическими проблемами и процессами. Значит, теперь поехал же народ на Запад познакомиться с Марксом, поэтому уже в 46-м, 47-м годах некоторые из наших товарищей, Анненков, например, я уж не говорю об Акунине и Герцане, были хорошо знакомы с Марксом. И Анненков рассказывает, что вот он приехал первый раз встретиться с Марксом, Маркс поговорили, они немножко поняли, что, ну, товарищи, Маркс его сразу пригласил на одно из своих заседаний, куда он шел, сразу на серьезное политическое заседание. Потом Анненков описывает это заседание проблемы, которые там они обсуждали, серьезные политические проблемы. Поэтому Анненков приехал и сразу окунулся, что называется, в буси в этой революционной, молодой, кипучей. Ну и так же и другие. Поэтому, значит, опять связка России с Марксом, марксизмом, она усилилась. И с этого времени начинается уже какой-то такой постоянный контакт, значит, Маркса, Энгельса с Россией. Завязываются индивидуальные, тесные, личные связи. Поэтому, когда, значит, вышел первый том капитала, в России сразу его начали переводить. И на первый язык, на который он был переведен, это на русский. Ну, помимо того, что они сами, я имею другими народами. Сами они перевели, значит, с английского, там, на французский, на немецкий. А на другие, на русский. Значит, и Маркс пишет, значит, что перевод мастерский сделан был. Лопатином. Да, лопатином. Мастерский. Значит, и уж когда теперь читать, значит, по некоторым письмам видно, что там капитал вышел, значит, где-то в сентябре, а в октябре его уже в Москве читали. В октябре месяцев, я не помню, в каком году, вышел первый том, значит, а уже его очень не читали. Поэтому, значит, и с этой стороны опять русская почва, вот она готовилась. Значит, второй том очень быстро тоже перевели, третий том, он и на Западе задержался там до 96-го, по-моему, года. Вот, и в России тут он где-то в конце 19-го века уже вышел. Ну, и, конечно, когда Ленин... А, да, нельзя забыть Полиханова. Значит, Полиханов это целый этап, и это такая действительная связка, это первый русский марксизм. Значит, побыв в наших партиях, в нашей политической борьбе, в земле и воле, значит, Полиханов, он, конечно, марксизм воспринял сразу, как учение и теорию экономическую, особенно отвечающую потребностям и реалиям России. И ему помогло то, что он хорошо знал и Гегеля к этому времени. Причем и Гегеля не случайно, значит, Чернышевский уже знал, и Герцен знали хорошо Гегеля. Поэтому вот это второе поколение, оно Гегеля знало хорошо. И надо сказать, что и Гегель переведен на другой язык, на первый, на русский. Еще в 16-м году, до революции, был такой дебольский профессор, петербургский. Ну и, значит, первое собрание сочинений Гегеля на иностранном языке тоже в России осуществлено по спасылу Владимира Ильича Ленина. Значит, и при подталкивании Иосифа Сергеевича Сталина, значит, с 29-го года начало опубликоваться. Поэтому это все глубоко не случайно. Это все зрело в России. Это были все время люди самоотверженные. Это же все за свой счет. Это все под риском быть арестованным. Это все, значит, под полицейским давлением. Правда, значит, в третьем отделении рецензент почитал Капитал и сделал резолюцию. Значит, этот труд мало кто прочет, еще меньше поймут. И вот тут надо сказать, что я вот как-то с ним внутренне соглашаюсь. Вот почему? Потому что и сам знаю по своей практике, по моим товарищам и по преподавателям. Вот. И у Ленина там есть замечание, которое мы тут несколько раз вспоминали, что за 50 лет никто из марксистов, значит, не проштудировал и не понял до конца, значит, капитала. И особенно его первой головой. Но там до конца, может, не поняли, до конца, может быть, не дочитали, но, по крайней мере, читали много. И, значит, хорошо, если они прочитали, там, 58-й, 59-й параграф, особенно такие вот параграфы, где разъясняется суть эксплуатации. Она рассказана довольно просто. Я думаю, что воспринимается и убеждает любого непредубежденного читателя в сути эксплуатации. Поэтому прошлое, конечно, очень интересно. И вот если мы сравним прошлое марксизма, и особенно в России, с какими-нибудь другими философами, ни у кого такой предыстории нет. Скажем, ну, Кантом. Ну, было увеличение Кантом в России. Значит, почитали. Кантом в России отозвались, что да, вот глубокий. Некоторые даже стали кантианцами, там, 2-3 человека. Вот. Ну, написали там по статье. И успокоились. Или там были шелингианцы. Шелингианцы, даже школа была в Питере. Тоже написали они не только статьи, но и книжки. Ну, преподавание велось в шелинговском духе. Вот. Ну, повелось, повелось и прекратилось. А так, чтобы какое-нибудь массовое, значит, течение, тем более с политическим выходом, никакого другого такого течения не было. В какой-то мере, может быть, можно говорить о позитивизме. Но позитивизм, он затронул все-таки только такую преподавательскую, профессорскую среду. Что да, он простое такое течение. И как-то он тут на время, в конце 19 века, захлестнул университетские умы. И сейчас, кстати сказать, позитивизм в университетской среде, особенно вот в аспирантурах, он преподается. Причем с подачи нашего академика, еще Академии наук СССР, вот, а сейчас Российской Академии, гражданина Степина. Значит, вот аспирантам там читают курсы наука и философия, значит, это вот на основе Степинских учебников. А Степинская позиция – это позитивизм, которым он страдал еще и в советское время, а уж теперь вполне окунулся. Значит, и, наконец, будущее. Будущее. Значит, дело в том, что в настоящем марксизм – это не только какое-то учение, да, а марксизм, он все-таки глубоко овладел всем научным корпусом в СССР. Ученые все-таки, как и предсказывал Ленин, они через свою практику, через свою науку, через свою специальность инженерную придут к марксизму. Почему? Потому что марксизм – это революционная глубокая методология научная. И они вынуждены к этой методологии прийти. И надо сказать, что вся наука, поэтому советская, она проникнута марксизмом. И если сделано что-то большое в России, оно сделано в том числе с использованием марксистской идеологии. Поэтому не только философские дисциплины, но и, естественно, научные дисциплины, социологические, какие угодно, они пронизаны этой методологией и вот этим, значит, мировоззрением. Поэтому марксизм, он широко и глубоко пророс в науку, в политику, в экономическую жизнь. Поэтому, несмотря ни на какие запреты, несмотря ни на какие, значит, начальственные глупости, он живет, он жив, и люди используют его или его категории, законы, не зная, что это марксизм. Это уже вошло вплоть, значит, в ум, в практику, в жизнь, в повседневность. Поэтому марксизм – это вот такое живое мировоззрение, которое сегодня пульсирует. И оно так или иначе проявляется в каких-то серьезных формах. Вот, скажем, интересно, я там на семинарах даю бакалаврам или магистрам, или аспирантам темы лекций каких-то, или докладов, или контрольных работ, или еще что. Я их специально не настраиваю на марксизм, значит, но напишут мне какие-то работы. В основном так или иначе марксистские. И я знаю, что в основном так или иначе интернет весь прочитан марксизмом. Значит, ну, в интернете четко там можно найти разделение. И там чистое буржуазное, антисоветчин, антимарксизм, антиленизм, и какой хочешь дрянь. Но марксистского там тоже очень много. Теперь, коммунистических партий в мире, значит, я сейчас не знаю точную цифру. Не могу вам сказать. Но думаю, что по крайней мере в сотни стран, коммунистические партии есть, и они руководствуются марксизмом. Другое дело, что может быть марксизм понимается не так глубоко, как хотелось бы. Как сказал Ленин, нельзя вне полнять капитала, и особенно его первой главы, не изучив, не проштудировав всей науки логики Гегеля. Хотя науку логики Гегеля изучать очень трудно. И, скажем, даже магистры и аспиранты, они с трудом это переваривают. Ну, а, конечно, без поддержки, без помощи, ну, это практически невозможно. А, следовательно, и капитал маркса, и марксизм, вот в своей какой-то глубине ускользает. Но он ускользает от массы. Но в России всегда найдется десяток человек, которые изучат, которые прочтут, которые будут использоваться. И, значит, и таких людей десяток, ну, и я, наверное, мог бы насчитать, если бы занялся этим делом. Поэтому я думаю, что никуда он не умер, никто его не может закопать, и будущее марксизма, оно еще, значит, проявится еще более богато. Почему? Потому что растет осознание, что предатели КПСС, они разрушили родину не потому, что были марксистами, а потому что отошли от марксизма. Потому что они предали марксизм. Потому что они предавали его в течение 30 лет. И это какая же жизненная сила социализма и марксизма, что 30 лет шел этот контрреволюционный переворот. 30 лет! Вот что удивительно. Вот меня даже не столько удивляет разрушение, что, значит, в России не в самой передовой стране, и в одной только произошла все-таки революция. Значит, и под таким давлением, и так долго это сохранялось. Вот что интересно. 30 лет. Целая историческая эпоха. И надо сказать, вот эта медленность, она и делала то свойство, что я вроде бы грамотный человек, и понимавший, что диктатура политриата, это неправильно в программе, значит, была устранена. Но как-то не доходило, что это роковое дело, что с этим надо резче бороться. Вроде так выступали, значит, против, дискутировали, а нужно было, конечно, более резко бороться. Почему? Потому что гладко весь этот процесс шел, так без нажимов, спокойненько, безболезненно. И так эта часть народа и членов партии, они как-то так завяли, подзаснули. Вот мне кажется, вот этих ошибок больше сделать нельзя. Теоретически человек отдельный, серьезный, а тем более партия, должны быть совершенно четко подготовлены. Это наука, и ее надо изучать, как говорил Энгельс. И изучение науки – это дело серьезное. Есть понятия, есть категории, есть законы, их нужно знать, значит, как это положено в науке. Наизусть, четко, точно, с комментариями, с любыми выводами, с вопросами, с готовностью обсуждения, значит, всегда. С тем, чтобы это было такое, значит, повседневное, готовое к употреблению оружие, идейное оружие. И я думаю, в этом смысле у нас это оружие есть, и я думаю, что мы его отточили уже довольно точно. И еще, и остро, и еще оттачиваем вот таких произведений, и я думаю, что это произведение не последнее, значит, и дел здесь очень много. Вот, надеюсь, что молодежь подойдет, поможет, и мы тут все оставшиеся еще недоработанные, значит, вопросы отработаем. Спасибо. Вопросы поступили. Да, слушаю. Основные причины поражения рабочего движения и марксизма в странах Запада, США и России в конце 20 века по сравнению с 19-м, началом 20 века. Да, ну это вопрос. Дайте, я его хоть почитаю тогда. Ну это, конечно, целый... Поражение, марксизм. Так, движение и поражение марксизма. Значит, вот я говорю, отвечая на этот вопрос, можно ответить очень просто. Никакого поражения марксизма нету. Марксизм чего он? Чем он пострадал? Что его там не преподают сейчас более широко в университетах? Марксизм не пострадал как учение. Оно как было, так оно и есть. Пострадали, значит, партии, которые недостаточно четко придерживались марксизма. Это верно. Так, теперь, если говорить о поражении вот этих партий марксистских на Западе, да, то тут надо сказать, что, во-первых, потому что произошло ослабление рабочего класса, во-вторых, первое. Первое, перво-наперво, произошло ослабление самого рабочего класса во Второй мировой войне. Лучшие силы рабочего класса и в СССР, и на Западе, они были, конечно, истреблены в значительной мере. Скажем, как пострадала Компартия Германии? Это же был такой передовой отряд, причем сильный, 2,5 миллиона, замечательный лидер Эрн Стельман, да. Замечательный лидер Эрн Стельман. Вот, но вырубили, вышибли под корень, выстрелили. Теперь, у нас сколько коммунистов полегло на фронте, на фронтах из рабочих? Конечно, коммунисты вперед, кто вперед коммунисты? Рабочие, значит, с винтовками, с автоматами. Значит, это первое. Второе. Значит, раз выбит рабочий класс, у нас в России из села пришел в город большой-большой отряд крестьян. Вот, в том числе, например, мой отец. Но они из крестьян пришли и влились в рабочий класс, поэтому этот ослабленный рабочий класс еще ослабился большой струей крестьянства. Ну, в значительной мере, конечно, мелкобуржуазно. Он хоть по своему хозяйственному положению и был, там, бедняк, а по менталитету, по убеждениям, по пристрастиям, религиозным тем более еще, он, конечно, был такой мелкобуржуазно-совестный человек. В-третьих, значит, вот это отразило руководство и предало фактически коммунистическую партию и его вождя Иосифа Сергеевича Сталина в 1956 году на 20-м съезде, когда незаконно и несправедливо, не то, что, значит, вскрыли там критику культа личности, а просто, надо сказать, извратили, испачкали всевозможной грязью, вылили тонны лжи на него, значит, и с этим разрушили имя-образ вождя и благоприятный образ имя-вождя на Западе. Ну и на Западе, как посмотрели, они там, значит, осели, и поэтому поддались на так называемую идею еврокоммунизма. Идея еврокоммунизма, старая идея еще и 19 века, ее Энгельс критиковал, заключается в том, что поскольку у нас развитый рабочий класс в Европе, поскольку у нас, за нас голосуют в некоторых странах, там в Италии до 30 процентов голосовало в 70-х годах за коммунистическую партию, значит, мы на выборах можем победить, сформировать правительство и устроить у нас коммунизм. Значит, это вот Энгельс критиковал российскую социалистическую партию в работе критикой Эрфуртской программы, это в 19-м или в 22-м томе. Германскую. Германскую, да. Германскую стал демократией, да. Значит, что? Победить на выборах можно в развитой стране демократии, например, в Соединенных Штатах Америки. Но в Германии, где правительство очень сильно, вы станете фиговым листком прикрывать, значит, тот позор, который будет творить правительство от вашего имени. Поэтому Энгельс не рекомендовал. А эти, значит, вот думают, что изменились условия, давайте вот мы тут через выборы. И партии стали слабнуть, и трудящие все их стали покидать. Поэтому, значит, странах Запада, США, да, ну и России. А в России, собственно говоря, после того, как они уничтожили образ Сталина, значит, его идеи в значительной мере, соответственно, принялись за идеологию. В идеологии отошли от принципа государства, диктатуры, полетриата и от коммунистической партии, как партии всего народа. И в 61-м году вычеркнули это из программы партии, заменили общенародным государством и общенародной партией. Это идейная контрреволюция. Это идейное предательство. Это радикальный, страннейший отход. И почему не прореагировал партия, удивительно, именно потому, что вот ослаб рабочий класс во время войны и за счет вот этой большой крестьянской приливки после войны. Хотя, кое-где, особенно в Грузии, значит, трудящиеся выступили против таких изменений партии. И поэтому в 62-м году уже и стреляли по демонстрантам рабочим в Новочеркасске. Это все две ни одной цепи. А потом вот потихонечку покатилось уже по накатанной войне. По сравнению, да. Ну вот, я таким образом и ответил на это. Шесть вопросов, и все глобальные. И все глобальные. Вы уж как считаете нужным? Товарищ Герасимов мог бы меня потом спросить. От кого большая опасность? От правительства прессующего Мартина. Или от левых, в кавычках. Ревизионистов. Да я не знаю. Вот мне кажется, что никакой от них опасности ни от тех, ни от других нету. Скорее наоборот, они-то, суть, помогают оттачивать марксизм вот в новых условиях. Надо сказать, что все-таки мы в Ленинграде, когда установился этот новый строй с сопротивлением начальству и отстаиванием, помните, флага на Доме политпроизвещения, потом бьюста Ленина на железнодорожном вокзале в Московском, в других местах. Мы напугали публику буржуазную. И она как бы, вот этот антикоммунизм, который такой наступательный, ярый, собчаковский, он как-то осел. Он перестал действовать. А при Яковле вообще как-то он сник. Поэтому спокойно мы читали лекции вот такие, значит, критиковали, никто нас ничего не прессовал. Значит, ну а тем более свои левые. Со своими левыми мы выясняем взгляды, оттачиваем аргументы. Значит, где-то они указывают, может быть, наши слабости. Я думаю, что больше указываем мы им их слабости. Поэтому я от них вообще никакой опасности не вижу. По крайней мере, пока. В чем развитие политэкономии, философии, научного сообщества после Ленина? Да, но это вопрос, конечно, очень большой. Тема лекции, вчера, сегодня, завтра. Это очень большой вопрос. В чем развитие политэкономии? Там все снимается вопрос следующий. Нет, по крайней мере, на один. Во-первых, и на контекст. Что значит развитие? Вот, скажем, КПРФ, все, вот нам нужен марксизм 21 века. Не развитие марксизма, а развитие философии, политэкономии. Да, это я говорю, это я вот контекст еще говорю. Что значит развитие? Развитие и есть применение марксизма, философии, политэкономии и политики, политические теории, к современным условиям. В этом смысле, скажем, произведение Михаила Васильевича, а не есть развитие марксизма в современных слоях. Особенно вот этот вывод о том, что контрреволюция началась, значит, с контрреволюции в программе партии. Это сформулировал Михаил Васильевич Попов. И я считаю, что это очень правильная и глубокая мысль. Что и контрреволюция, она тоже становится, она проходит этап становления. И мы-то не замечали, но тенденция прихождения, она уже развелась. У нас не хватило, или молоды мы были, или там мужества не хватило, или еще чего-то. Но тогда не хватило понимания, что идет контрреволюционный процесс. И то, что он это открыл, сформулировал, и теперь донес до нас, и не где-то о фундаментальном труде, я думаю, что это развитие марксизма. И можно другие такие привести, значит, вещи. Но я думаю, что просто этот глобальный такой вопрос, серьезный. Мне кажется, вот в такой обстановке, может быть, не стоит заводить этот разговор. Как бы вы посоветовали молодому человеку приступить к изучению марксизма? Как научиться? Вот я думаю, что надо непосредственно приступать к любому. Хоть к науке, логике, хоть к капиталу, хоть к любому другому произведению. И начать надо с главного. Но с одной непременной установкой, что надо постигать марксизм в понятиях. Вот ни образы, ни представления, ни какие-то черточки, ни какие-то особенности, а сразу по сути. Почему? Потому что и классики всегда, они излагают в понятиях. Хоть возьмете вы Адама Смита, значит, хоть возьмете вы любую работу Ленина или Маркса. Понятие, четко выдерживается понятие. Капитал есть то-то, то-то и то-то. Значит, стоимость есть то-то, то-то и то-то. Рабочая сила есть то-то, то и то-то. Вот эти понятия, их обязательно сконцентрировать и устанавливать, усматривать связи между ними. Значит, понятие – это свернутая теория. Когда вы углубитесь в одно понятие, вы углубляетесь и в теорию, но свернутую. Одно понятие, другое, и теория у вас развертывается. А что такое теория? Теория – это и есть развернутые понятия. То есть, если вот с таким подходом, то с любой начинайте, и лучше, конечно, с самых главных. И вообще читать надо главное, великое, потому что в главном великом себя проявляют в наиболее сильной степени гении. И читать надо только гениев, потому что на второстепенную литературу, особенно на профессоров, особенно на современных, мне кажется, времени не хватает. Теоретическое… Где теоретическое осмысление современной фазы капитализма? Гиперкапитализм, то есть пирамида с ориентацией на США. Это актуально. Капитализм – Маркс, империализм – Ленин, гиперимпериализм. А гиперимпериализм – это, видимо, автор этой записки. Я такого гиперимпериализма не знаю. Я знаю, что идет фаза империализма, другое дело, что эта фаза империализма, конечно, изменилась. Если раньше империализм составляла группа, значит, передовых стран Америка и наши, и европейские, то теперь, конечно, да, я согласен, что теперь империализм и откровенно себя называет, значит, гегемонистский. То есть есть гегемон, и Бжезинский об этом откровенно говорит, о суверенитете, значит, гегемонии, о суверенитете Америки во всем мире. Америка должна управлять. Ну и то, наткнувшись, это первые книги он выдал в 905 и 7, по-моему, годах. А вот уже в последнем – в 2005 и 7. А я сказал – в 1900. Да, притомился. Значит, конечно, сейчас. И, значит, в последнем труде уже, говорит, не столько не о гегоминизме, а о лидерстве. Мы должны стать лидерами. То есть намекает на, все-таки на моральное дело. Одной силой проблема политически не решишь. Нужны император. Эпоха, эмпериализм, и боль закончена. Как-то закончена. Нет, я и говорю, что она не закончена, она и продолжается. Только изменилось, что вместо, значит, кучи империалистических держав, они есть, но они под руководством, значит, гегемона своего действия. Это фактически в связке. Поэтому я думаю, что продолжается старая эпоха войн, революционных потрясений, революций. Попытки изучать Гегеля ас-ис слабо успешны. Количество слушателей и резко сокращается, невелико. Что, думаете, реализация идеи Марса переписать, адаптировать Гегеля? Ну, я-то этот вопрос специально изучал, и в моей книжке о диалектике Гегеля об этом говорю. Что Макс собирался, собирался переписать, но так и не собрался, хотя было 20 лет у него от этой идеи до конца жизни. Почему? Потому что это не тот труд, который можно переписать или сделать что-то по-другому. Причем он и сделал у самого Гегеля полный вариант наукологики, большая так называемая наукологика, и малый наукологик. Конспект для универсантов, для слушателей. Для школьников есть. Это про педевтику, когда он был директором гимнатии. Это немножко другое. И сам он тогда еще был неразвитый. Значит, поэтому я думаю, что не нужна такая переписка. Она просто не нужна. Нужно брать Гегеля самого и изучать. Другое дело, что самому Гегеля его не прочитать. Тут нужна какая-то подсказка. И вот, кстати, вот эта группа, изучающая науку логики, она большая и не нужна. Если бы был один слушатель в ней, и Михаил Васильевич давал бы там свои консультации, а остальные посмотреть могут. Надо тебе что-то посмотреть. Посмотри, послушай. Сравни с Гегелем. Иди дальше. Поэтому я думаю, что та форма, которая есть, она нормальная и так и будет продолжаться. Причем эта же форма развивается тоже уже давно. Он, этот кружок, работал у нас еще где-то в середине 90-х годов. Так. Когда, по вашей оценке, в России или в другой стране возникнет революционная ситуация? Да. Революционная ситуация возникнет тогда, когда рабочий класс и трудящиеся массы созреют. Сказать этого, я думаю, никто не может. Даже Владимир Ильич Ленин, который в 16-м году, в декабре или в ноябре, выступая на семинаре, вот на таком, вроде нашего, говорит, ну до революции еще далеко. И потом своим где-то, говорит, что мы не доживем до революции. А в феврале и произошла, значит, февральская революция, а в ноябре и это. Поэтому я не знаю, когда созреет обстановка ситуации. Но я думаю, что не раньше, чем когда созреют более-менее островки, значит, профсоюзной борьбы. То есть борьбы за свою заработную плату. Если товарищи не научатся даже бороться за зарплату, то какая может быть революционная ситуация? Если они боятся попросить у начальника прибавить зарплату на 5 или на 10 процентов. Во-первых. Во-вторых, не прошел еще шок от терапии шоковой. В-третьих, конечно, народ ослабленный и разделением, и вымиранием, и трудными условиями жизни. Поэтому и с этой стороны трудно ожидать. Ну и, наконец, мы, видимо, мало пропагандируем, не так глубоко агитируем. Поэтому нам надо заниматься больше, лучше. Так, почему коммунистическое движение в Италии было значительно сильнее, чем в Британии? Да, можно сказать, что, конечно, там посильнее, но и побольше было. В Италии в 70-х годах было миллион семьсот тысяч партия коммунистическая. Это очень большая для Италии. Но не коммунистическая. По названию коммунистическая. Она еврокоммунистическая. За нее, как за коммунистическую, голосовали до 30 процентов населения. Но, значит, я-то тоже думаю, что все-таки никаких таких глубоких, товарищ Энрико Бедерленгуэр, лидер этой коммунистической, приветший ее к еврокоммунизму, он все-таки не дал. А английская партия, она еще с 19 века, значит, английский господствующий класс понял, что с рабочим классом жутки плохи. Поэтому, да, и имел возможности, поскольку это была Всемирная империя первая, имел возможности подкупать часть рабочего класса. Поэтому в Англии уже Энгельс отметил рабочую аристократию. И вот эта рабочая аристократия до того придавила рабочий класс, что Энгельс говорит, что да, вот разрушен рабочий класс, и от него, видимо, в ближайшее время ничего не придется ожидать, пока он всем не переболеет окончательно. И я думаю, что они так и не переболели. Ими овладела социал-реформистская партия лейбористы, а сейчас уже вполне буржуазная. И эта лейбористская партия, имея парад около 100 тысяч человек, имеет в своем составе полтора миллиона профсоюзов. И на выборах всегда эти профсоюзы, значит, ей помогают победить. Поэтому я думаю, что именно этим обусловлена слабость английского рабочего класса и английской партии теперь. Поэтому от них, может быть, ничего и не стоит ожидать. А может быть, наоборот. А там рабочий класс, он очень грамотный. Даже вот как-то в литературе я читал художественные произведения. Там герои между собой обсуждают профсоюзные дела. А у нас такого в книгах нет. А там профсоюзные дела, и так это глубоко основательно. Поэтому, может быть, они наоборот сейчас созреют на всех вот этих волнах борьбы и проявятся каким-то неожиданным образом. Но пока вот у меня такой информации нет, чтобы там было что-нибудь серьезное. Когда это все созреет, не знаю. Все. Все. А еще есть вопрос на обратную. Не-не-не. А, на обратную. В идеологическом отношении религия, безусловно, находится в противоречии с марсизмом. Однако, есть немало течений экономической мысли, которые также противоречат марсизму и даже трудовой теории стоимости. Есть немало. Не немало, а все остальные, они противоречат марсистской теории. Значит, которые также противоречат марсизму и даже трудовой теории стоимости. В их числе пресловутые маржинализм и экономикс. Можно ли считать их той самой альтернативой, о которой вы говорили? Ни в коем случае. Ну, маржинализм – это еще все-таки более-менее серьезная традиция, опирающаяся в том числе на Кейнса. Вот. А экономикс – это дурилка, специально изобретенная для того, чтобы преподавать студентам. Я-то студентам объясняю, что она сделана для того, чтобы вы почитали и не поняли. Но, поскольку это авторитетная вещь, вы подумаете, что это вы дурак, а книга какая-то очень умная, и вам не понять. На самом деле, все наоборот. Это специально написана практика, во-первых, американская нам неизвестна, во-вторых, примеры дурацкие нам неизвестны, для того, чтобы вы не поняли, и чтобы вы и получили на всю оставшую жизнь комплекс неполноценности. Это с одной стороны. С другой стороны, в 2012 году я был на философском конгрессе в Нижнем Новгороде и сделал для себя такое открытие, что многие авторы нынешней философии, они не хотят быть понятыми. То есть, выходит на трибуну серьезный вручок, профессор, ББ, и долгонит, во-первых, таким быстрым темпом, что не разобрать слов, не говоря уж, а потом не разобрать мысли, и потом, когда начинаешь как-то обобщать, что он сказал, что он хотел сказать, не понимая, что он хотел сказать. И я сначала не понимал, как ты этого из себя чувствовал в тупике, а потом я понял, что они не хотят быть понятыми, у них нечего понимать, а для отчетов там рассказать что-то нужно, что ты был на философском конгрессе, участвовал, вошел в документы и так далее. То есть, это тупые, часто тупые, неграмотные, ну, неграмотные про них не скажешь, вот, люди, которым нечего серьезного сказать, поэтому они продолгонили что-нибудь, чтобы их не поняли, вот, но отчитались, вот и все. Вот экономист, он в такой категории и применил, поэтому не читайте и не задумайте себя на это. Спасибо, Александр Сергеевич. Переходим к выступлениям по порядку записывающихся. Герасимов Иван Михайлович, пожалуйста. Просьба уложиться в пять минут. Как полагается? Полагается. Микрофон. Да, он тут. Я слышу, ты слышишь, начи. Значит, во-первых, вот начну с вопроса, с чем родился начать изучение марксизма. Во-первых, надо читать Маркса, конечно, в капитах. Начать надо, может быть, именно с этого. Это то, что Ленин говорит, как же сознательный рабочий, должен прочитать капитал Маркса. Тем более люди, замахивающиеся на высшее образование, имеющие свободное время, парни должны его начинать изучать. И там вы увидите, насколько эта книга актуальна и современна. Там все о нашей жизни написано. И о том, что в связи с коросальной автоматизацией производства, рабочий крас кончается, и несутся визги, что рабочего краса больше нет, он уходит куда-то. Там видно, как вот тогда как раз действительно рабочий класс уходил, и кароссально расслаб производительность труда темпами, не виданными сейчас. И сплошь и рядом на фабрике, где несколько лет назад работали сотни людей, теперь работают 2-3 человека. Там следят за машинами, еще несколько человек убирают мусор, и все. И, кстати, сейчас в России, и в абсолютном, и в относительном исчислении, рабочего класса, в том числе работающего на крупных предприятиях, намного больше, чем было в 2017 году, скажем так, для справки. А говорят, вот, рабочего класса больше нет, на кого вы там надеетесь и так далее. Во-вторых, там говорится очень подробно о том, как дается капиталистам зарплата. Капиталистам зарплата дается исходя из стоимости рабочей силы. Стоимость рабочей силы – это стоимость тех брак всяких вещей и услуг, которые необходимы рабочему для его существования. И ничуть не больше, и ни в коем случае не больше. И там показано, как вот капиталисты борются с теми своими коллегами, которые пытаются чуть зарплату поднять, и над тем этим там совит высказывание известного Норда Бальзака, что если человека каждый день кормить, он от этого нагреет. И как бы вот рабочему не переплатить. И там вот видно, что этот вот набор, в свою очередь, вот этих товаров и услуг, необходимых для существования рабочего, есть результат красовой борьбы. Потому что для капиталиста все, что не поддерживает непосредственно рабочего, то, что он там пирожные своей дочке купил, там еще чего-то, это все непроизводительные расходы. Это все непроизводительные расходы, это все не нужно. С другой стороны, Маркс показывает, как в Ратинской Америке рабочих заставляли употреблять в пищу бобы, потому что на тяжелых работах, потому что если они только хлеб употребляли, то, соответственно, они не могли с этими работами справляться. И сейчас, вот когда мы за счет советского времени, в том числе, получили представление о стоимости рабочей силы, что человек должен в отдельной квартире жить там с детьми и все такое, и на основе вот этих советских, по сути дела, советского, по сути дела, набора благоуслуг, насчитали стоимость рабочей силы и кого денежное выражение этой стоимости в современной России, мы считали, что на семью из пяти человек, а трое детей должно быть, да, для нормального воспроизводства рабочей силы, это должно быть около 270 тысяч рублей в месяц. И вот, увидев эту цифру, у многих марксистов чуть там прединфарктное состояние не впадает, и начинают, так сказать, бегать, и рабочие, надо сказать, этого не понимают. А пока это не утвердилось в общественном сознании, вот средняя зарплата, я думаю, причем это завышенная цифра в России, согласно официальным данным, 36 тысяч рублей в месяц. Это согласно официальным данным, но на такую зарплату даже двоих детей, я считаю, поднять нереально. Если муж и жена работают, но жена не может работать, пока ребенок маленький, это вот такая зарплата, и благодаря этому рабочая сила деградирует, падает, население России сокращается и так далее. У Макса там замечательно сказано о деградации образования. Там написано, что на многие фабрики специально нанимают, как он там говорит, полуидиотов. Ну, это, видимо, имеются в виду люди, которые нездоровые, и как вот там неграмотные учителя, откровенно неграмотные, которые в ответ на попреки в неграмотности отвечают, ну, мы же знаем больше своих учеников. Вот это все, так сказать, вот когда читаешь «Капитал Маркса», продравшись через первую главу, там вот это не то, что работа Энгиса, положение рабочего класса в Англии, там все эти примеры, они приведены для того, чтобы проиллюстрировать действия законов, о которых говорит Маркс. И вот это прочтение «Капитара Маркса», оно необходимо. Так как читать Маркса тяжело, то можно разбавлять время от времени легким чтением. Это можно читать Ленина. То есть, начиная с первого тома, с первой работы, и где-то у вас еще организма много, жизни много впереди, где-то, так сказать, лет за 10, вы все 55 томов потихонечку, чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук, вот, одолеете. Ну, а так как вы будете читать Маркса, и многое там будете не понимать, то придется почитывать товарища Гегеля. Значит, те, кто говорят, что его проще изражить, его проще не изложишь. Там изложены очень схожные вещи, и самым простым и понятным языком, которым Гегель мог сказать. Для того, чтобы его понять, надо прочитать просто не один раз. Тут не тот случай, когда ты прочитал, зачет сдал, гарочку поставил, побежал довольный, я обладел Гегелем. Михаил Васильевич обладевает Гегелем 68-го года. Вот человека, более глубоко знающего Гегеля, я не знаю, но он, так сказать, далеко не до конца там во всем разобрался. Тем, кому тяжело читать, читать Гегеля, у меня, например, за присест больше двух страниц не вразит. Потом уже начинает мысль как-то так уже цепляться, там в окно смотришь, там девушка красивая пошла, то-се, это самое. А в помощь, действительно, вот кружок любителей гегелевской диалектики, там лекции можно на сайте фонда рабочей академии в разделе видеотека посмотреть, и начинать с самого начала, потому что там добросовестно пережевывается от занятия к занятию одно и то же. Там они снизу вверх идут, то есть внизу самые первые занятия, наверху более поздние. Вот вниз самые отмотать, и так на досуге послушивать это все дело. И можно аудиодорожку скачать, скажем, в машине едешь, слушаешь. Или где-то в мобильник ставит, идешь по улице, слушаешь. Вот это смотреть там, в общем-то, и не нужно. Конечно, вот это вот, так сказать, третий путь, третий, так сказать, с чего можно смотреть. Ну, а так вот, иначе, так сказать, надо, Александр Сергеевич, здесь несколько, на мой взгляд, оптимистичную картину нарисовал. Я вот как человек, так сказать, общающийся и в левом движении, и с рабочими, так сказать, конечно, с точки зрения понимания Маркса, и среди левых, и среди рабочих, это непаханная целина. И здесь бы я не то, что упрек, что рабочих там выбили, что христианство влилось. Все-таки, конечно, главная гниль здесь идет, Александр Сергеевич, от ваших коллег, от солдат идеологического фронта, которых, которым хорошо платили, так же, как сейчас военнослужащим силе, я тоже думаю, неплохо платят, но они там жизнью рискуют и так далее. То же самое, и вот экономисты, все эти философы, преподаватели парк-школ, они получали зарплату больше, чем, скажем, в технических науках, а часов у них было меньше. Нет, вы заблуждаетесь. Ну, мне так кажется, у нас мы до 1100 часов... Так это вам кажется, а я вам говорю точно, чтобы зарплата была такая же, как и во всех вузах. Ну, меньше, поменьше было экономистов. Вот, диссертацию им написать, эксперимент ставить не надо, программы писать не надо, что-то там это, сказали, диссертация, вот. Но, тем не менее, значит, было их очень много, и получали они приличную зарплату, это факт. Доцент, кандидат получал 320 рублей, это была очень большая зарплата в советские времена, и мало кто из рабочих такую зарплату и нет. А эти, в общем-то, вот кого мы видим из этих солдат, так сказать, они все разбежались, они всякую ботву несли, еще начиная с 30-х годов. Я не случайно задал вопрос про развитие марксизма. Ну, не назвать фамилии, кто бы двигал политэкономию особо, кто бы двигал научный социализм, вот, кто бы двигал фирософию. Можно назвать, конечно, можно. Ну, не назовете его особо. Вот началось это по политэкономии, это началось с конца 70-х годов, когда вот Попов с Моисеенко начал выступать против товарников, они вот там пошли. Это вот в конце 80-х годов закончилась вот диссертация Попова о противоречиях развития социалистического общества. До этого никто не заморачивался этой проблемой. Вот мы живем в каком-то обществе, какие здесь противоречия? Ну, они, может, были на настолько примитивном уровне, что дальше ехать некуда. Потом, теория потребительной стоимости. То же самое, она возникла в 70-х годах. А ведь это политэкономия и социализма. Не было политэкономии и социализма до того. Ну, так возникла. Ну, так возникла. Ну, это в 70-х годах. Между Лениным и 70-ми годами. Ну, так концепции каждые десятилетия не выдумывают. До этого тогнило все, к сожалению. И вот, к сожалению, вот эти солдаты политэкономического, фирософского и научно-коммунистического Виноваты доценты. Не это самое, не выполнили. Ну, лично к вам акцент Сергеевича-то можно не относится. Но в целом, так сказать, конечно, мы никого тут не видим, кто Попов, Казенов, Огородников, Протокопов вот придет. Но он уже молодой, другое поколение. А так-то кого мы тут видим? И никого мы не видим здесь из них. Это, конечно, вот большой именно научный гносеологический пробел. Но его надо восполнять. На это вот я закончил. Шмелев Егор Иванович. Ну, в общем, когда я формулировал тему для своего выступления вначале, я думал, меня остановят за несоответствие темы сегодняшнего ряда. За несоответствие остановят, конечно. Да, но когда Александр Сергеевич сказал о том, что марксизм проник во всю советскую науку, я понял, что я попал как раз в точку. Вообще, я хочу начать с того, что такое сам по себе марксизм в своей рефлексии. Марксизм – это диалектический метод в рефлексии. Причем диалектический метод в приложении к истории. То есть это осознание формы внутреннего самодвижения общественных и исторических процессов, но рассматривая их не как что-то фиксированное, а как сами процессы, как единство противоположных моментов. К сожалению, вот, подчеркиваю, к сожалению, думаю, и Ленин бы со мной согласился, что… – Ничего смешного-то, хорошо? – Нормально, нормально. – Потому что марксизм, он… ну вообще диалектический метод, как прикладная диалектика, развит исключительно в социально-экономической сфере. Но у нас же еще существует механика, у нас существует химия, у нас существуют многие другие дисциплины. – Да, в советское время диалектический метод, как марксизм, это как субстанция прошел через все эти акциденции этих научных дисциплин, научных дисциплин, и в какой-то мере внедрился в науку. Но по большей мере, что мы видим, если в физике, в механике еще есть какая-то системность, то вот химия, она уже как больше походит на обобщенный опыт, нежели на какую-то систематизированную науку последовательную. Ну и вообще ставится вопрос, а есть ли такие труды, таких ученых, которые бы, ну хотя бы в какой-то стихии, в какой-то мере стихийно хотя бы стояли на диалектических позициях. Вот я хотел, например, привести курс диалектической физики советских академиков Ландау и Лившиц. Я, когда проштудировал первый том «Механику», я заметил удивительное сходство, ну в своем роде, с Капиталом Маркса, с его первой главой, потому что там именно идет построение и градация диалектических категорий. В основе лежат диалектические триады и движение категории от простого к сложному. Так как у нас, например, у Маркса мы читаем абстрактный труд и конкретный труд с отрицательным единством дают труд как таковой. Потребительная стоимость, семейная стоимость есть стоимость как таковая. И, наконец, мы приходим к противоречию между производством и обращением. И это единственное нам дает оборот капитала. Также в «Механике» Ландау построены эти диалектические противоречия. Например, сначала рассматриваются материальные точки, частицы как таковые, потом их отрицание, то есть система отчета, инерциальная система отчета. И потом можно проследить единство их. То есть уже движение механической системы рассматривается в единстве с системами отчета. И таким образом идет движение диалектических категорий вплоть до конца непосредственно самой книги. Также теория поля, как отрицание механики, в конце находится в единстве с этой механикой. В общем, так или иначе, в науках, в основном среди советских ученых и советских академиков, можно увидеть таких стихийных диалектиков-материалистов, которые стояли, ну, так или иначе, на позициях развития, диалектического развития любой науки. Поэтому я, конечно, я бы даже сказал, я настаиваю, чтобы современные марксисты, или, по крайней мере, те, кто называются марксистами, рассматривали и интерпретировали академиков Льва Давидича Ландау и Евгения Лившиц как ярких представителей диалектической логики, теоретической физики. Спасибо. Денисов Дмитрий Викторович. Ну, поскольку сегодня речь о Марксе, то вот я рядом с Марксом, значит, товарищи. Как известно, марксизм, как наука, экономическая, политическая, вначале теоретическая, сформировался в 1848 году, когда был опубликован манифест коммунистической партии Маркса и Энгельса. Это стало началом, основанием марксистской науки. Затем парижская, легендарная парижская коммуна, 1871 год. Это уже переход, качественный переход марксизма от теории к началу революционной практики. Затем создание второго коммунистического интернационала. Это уже марксизм начинает тесно взаимодействовать с профсоюзами. И профсоюзы используют марксистскую науку для борьбы за свои экономические права. Но, как мы знаем, мирное в то время развитие капитализма привело к тому, что второй интернационал в итоге превратился фактически в пособников буржуазии. И руководители второго интернационала предали марксистскую науку. Далее следует отметить великий октябрь 1917 года. Это великая победа, первая победа марксистской науки, революционной, практической, теоретической, политической науки, которая показала всему миру и всему человечеству, что капитализм будет обречен на погибель и что будущее всецело за марксизмом. Попытки мирового империализма в ходе гражданской войны и военной интервенции задушить советскую Россию окончились крахом империализма и второй победой марксистской науки. Далее мы помним великую победу советского народа над германским империализмом май 1945 года. Это уже всемирно историческая победа марксизма и не только марксизма, уже марксизма, ленинизма и сталинизма над мировым империализмом и снова было доказано всему миру, что никогда империализму не одолеть великую науку. Науку созданную Марксом и Энгельсом и науку, которая была развита и дополнена и значительно усовершенствована Лениным, Сталином и Мау Цзэдуном. Да, товарищи, необходимо понимать и признавать, что Мау Цзэдун тоже выдающийся марксист, ученик Ленина и соратник Сталина. И вот сейчас уже прошло много-много лет, более 150 лет, а через полтора года, вернее через два года мы будем отмечать 170-летие манифеста коммунистической партии. И вот, как бы нам трудно не было в нынешние времена, и как бы сейчас не бахвалились господа капиталисты тем, что вот они сейчас захватили в России власть, но все равно историческая победа останется и будет за наукой Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Мау Цзэдуна. Благодарю за внимание. Спасибо. Зюбин Владимир Евгеньевич. Да. Я представитель новосибирской группы, я сам не являюсь РПР, но новосибирской группы хочу сказать. Группы кого, чего? РПР. А, РПР. Да. Хочу сказать, что в Новосибирске очень много людей, которые слушают этот семинар. Ну и в частности, вот был организован по мотивам этого семинара дискуссионный клуб любителей гигельской диалектики. И вот это, по чему он имел продолжение, и представители новосибирской, представитель новосибирской, выражая благодарность делом, которым вы занимаетесь. Он очень правильно. У нас в Сибирске очень много людей смотрят, принимают участие, проводят дискуссии и так далее. Вот по поводу происходящего пара ремарок. Ну я считаю, что, во-первых, все-таки необходимо зафиксировать то, что современные формы капитализма, они эволюционируют. Это в настоящий момент, ну после Второй мировой войны, после, наверное, даже разрушения СССР, мы наблюдаем все-таки конец эпохи империалистических войн. В настоящий момент построена все-таки пирамида во главе США. И об этом и Михаил Васильевич говорит, да, о том, что сейчас идет эпоха, ну, такого хитрого фашизма, да, фашизма на экспорт или экзофашизма. Но все-таки я считаю, что с теоретической точки зрения страны, с точки зрения марксизма, какие-то явления необходимо осмысливать, ну, какие-то там, ну, предлагать решения, вот, рефлексировать. И второе все-таки, вот по поводу Гегеля, вот я хочу сказать, что вот на клуб Гегельской диалектии на первое занятие пришло 20 человек где-то, ну, то есть полностью аудитория была забита, на третьем занятии остался один человек. Я считаю, что это на самом деле это проблема того, того, что, ну, о чем и Марс говорил, и Ленин, на самом деле, говорил, читая Гегеля, по сути, что Гегель очень путанно пишет, ну, знаком с его книгой «Этика», например, да, все знают, что там, ну, над этой книгой вот ученые просто смеются сейчас откровенно, да, то есть вот эти, критика Гегеля Ньютона, например, в том, что Ньютон говорит, белый цвет состоит там из красного, там, желтого, черного. Гегель говорит, да как это возможно? Белый цвет – это же самая простая вещь. Ну, это же, ну, смешно с точки зрения, ну, или там… Не надо. То есть, что Ньютон говорит… Не надо обращаться. Или Ньютон говорит… Ну, не, ну, это же факт. Или Ньютон говорит, приводит к выводу, что Земля вращается не вокруг Солнца, там, а вокруг общего центра масс. Гегель опять на это говорит. Вот с помощью… То есть, гегелевская диалектика, она, вообще говоря, в отрыве от практики, да, то есть, вот эксперимента, она может приводить вообще к весьма странным умозаключениям. И, то есть, мы должны это понимать. Ну, хотя бы, вот, переосмысливая Гегеля, необходимо понимать, что Гегель все-таки, вот, он говорит о том, что происходит в голове, то есть, о движении наших, ну, мыслей, а то есть, о способности человека моделировать что-то окружающее, ну, происходящее вокруг него. Это не умаляет гениальности Гегеля. Ну, то есть, основная мысль все-таки Гегеля, основная его гениальность – то, что нет противоречий, нет движения. Есть противоречия, есть движения. То есть, вот это вот основное. То, что касается науки, вот у нас, ну, я занимаюсь, там, ну, в Российской Академии Наук, там, занимаюсь исследованием научными, это совершенно точно. Аспирант не может написать, он садится писать статью, он не знает, что писать. Я ему говорю, то есть, ищи противоречия. Фиксируется противоречие, идет движение. Опять остановка в изложении, говорю, ищи следующее противоречие, находит следующее противоречие. Ну, собственно, вот он, Гегель. Гегель в науке, то есть, это основа, на самом деле, в науке Гегель основа, нет противоречий, нет вообще ничего. В науке нет совершенно ничего. Все останавливается. Незачем ничего исследовать. Сиди, ну, то есть, пивай чай, ешь конфеты, и все нормально. То есть, на этом благодарю за внимание. Все, заключительное слово. Спасибо, дорогие товарищи, за очень содержательное обсуждение. Вот, и мне пару мыслей хотелось бы привести. Во-первых, что касается развития марксизма в Советском Союзе, то оно было гигантским. Другое дело, что оно не шло по типу, вот Маркс, а вот другое какое-то там большое учение или там теория. А это было развитие на основе методологии конкретных наук. В том числе и, значит, естественных наук, скажем, было много исследований проведено. Сейчас по философским вопросам химии, по философским вопросам физики. Теперь был целый институт истории естествознания техники. Он и сейчас работает, и он тоже дал очень много исследований по теории и технике, по исследованиям техническим, по спецификам технического творчества, масса изучений. И мы в этих отраслях были, что называется, ноздря в ноздрю с Европы. Скажем, по логике очень серьезные были логики в Советском Союзе. Логика преподавалась до 59-го года в школе. Есть учебники, наградово блестящий, кстати сказать. Поэтому в вычислительных машинах, в системах, в автоматах, которые играют в шахматы. Там аристотелевская логика. Играют в шахматы, сочиняют музыку и так далее. Она аристотелевская. Но эти логики, они связаны между собой. И логики они занимают... Математическая это логика. И математической логикой овладеть на таком уровне, нужно довольно представлять себе глубоко и диалектическую логику. Так что, и тогда уж третий вопрос. Значит, что, мол, гегельская диалектика часто несовместима там с естественными науками и с Ньютоном. Значит, речь идет не о гегельской диалектике, а у гегеля есть философия истории. Философия истории это единственный в своем роде учебник, такого не было раньше и не было потом, который весь корпус, значит, естественно, научных дисциплин описал как, значит, описал как слепок природы, то есть картинку природы. Конечно, он и с самого начала был слаб, потому что он все-таки не ученый, а философ. Он каким-то отраженным, значит, светом здесь пользуется. И, наверное, там есть какие-то ошибки. Но само это произведение, если вы почитаете, оно грандиозно, и оно порождает глубокие мысли за счет вот этого синтеза и целостного взгляда на мир. У человека возникает впечатление о целом этом космосе, устроенным от света, от его разложения, от взаимодействия, значит, космических тел, от взаимодействия стихии на Земле, ну и потом конкретных вещей. Такого рода задача стоит, но она никем не решается после него. Почему? Потому что она слишком грандиозная. Поэтому еще раз спасибо, дорогие товарищи. Я убедился, что Марс жив, вызывает большой интерес, и я думаю, что наша вот эта встреча, она поможет нам и дальше думать о Марсе, значит, изучать Марса, а по возможности может какой-нибудь и маленький вклад в его развитие внести. Следующий четверг, тема занятия «Современные проблемы диабетики» ведет занятие доцент Котопов Иван Алексеевич. Субтитры создавал DimaTorzok